Ну, в первую очередь я хочу сказать, что прямо-таки суперподробного рассмотрения коллекции тут не получится из-за самого формата презентации. Я накопал столько материала, что там можно рассказывать хоть час, хоть два. Но я хочу пройтись хотя бы по самым верхам. То есть, возможно, для кого-то из присутствующих информация будет не очень полезной, но я надеюсь, что она поможет хоть как-то структурировать знания. Ну ладно, начнем. Думаю, вводную часть я уже сказал, и как видно на презентации, рассматривать коллекции я буду актуальный на восьмую версию Java. Почему восьмую? Потому что мы работаем с разными проектами, и нельзя точно сказать, какой стэк мы будем использовать в отдельном проекте. Ну, а Java 8, она актуальна для всех проектов, которые у нас бывают. Хотя однажды и седьмая встречалась, но это скорее исключение. Для чего, собственно, эта презентация нужна? В первую очередь, она нужна для того, чтобы вспомнить, как коллекции устроены. Ну, возможно, узнать что-то новое, так как вот эта информация полезна в высоконагруженных проектах. Также вопросы по коллекциям часто фигурируют, например, в экзаменах от Oracle на получение статуса профессионала. Поэтому, если вы планируете получить оракловский сертификат, то эта тема будет также полезна для изучения. Итак, для начала я хочу вспомнить, что из себя представляют стандартные интерфейсы коллекций. Самый главный интерфейс, коллекшн, содержит базовые методы для работы с динамическими данными. Он наследуется, как видно, от интерфейса ItRable. Соответственно, его можно спокойно использовать в цикле ForEach, и он будет прекрасно работать. Коллекшн имеет трех наследников. Q, list и set. Q – это очередь. Данный интерфейс добавляет возможность получения последнего элемента с последующим его удалением, а также возможность добавления элемента, но без выбрасывания исключения. То есть, в обычном случае, если мы добавляем в коллекцию новый элемент, то в случае, если этот элемент в силу каких-то причин не добавился, у нас будет выбрасываться исключение. Новый метод позволяет сделать эту ситуацию нормальной, и если элемент не добавился, он отдает в ответ false, благодаря чему мы можем корректно обрабатывать переполнение очереди, к примеру. От очереди наследуется такой интерфейс, как deck. Deck – это двунаправленная очередь. То есть, если обычная Q реализует такую вещь, как first in, first out, то есть первый зашедший элемент будет выходить первым, то с помощью deck мы можем реализовать стэк, когда первый заходящий элемент первым выходит. В джабе какое-то время была такая коллекция, как стэк, но она сейчас считается устаревшей и во многих местах даже не упоминается. То есть, вместо нее везде, где она есть, говорят использовать именно deck. Хорошо. У нас есть интерфейс list. List – это набор упорядоченных данных. Ну, не упорядоченных, а пронумерованных данных. Данный интерфейс добавляет возможность манипулировать данные в определенных местах коллекции. То есть, мы можем спокойно добавить элемент куда-нибудь в середину или удалить его из середины и так далее. Интерфейс set. Set – это интерфейс, который… Это коллекция, которая содержит данные без какой-либо адекватной структуры. То есть, это просто какая-то куча объектов. По этой же причине мы не можем добавить два одинаковых объекта в эту кучу, потому что не предназначена она для этого дела. Дальше идет интерфейс map. Map не наследуется от стандартной коллекции, от интерфейса collection. Но с ним идет совершенно другая история. Он не наследуется от collection, потому что он предполагает несколько иной подход к данным. Он хранит в себе пары ключ-значения. Если мы хотим воспользоваться им как обычной коллекцией, у нас есть такая возможность. Интерфейс map содержит метод entry set. И с помощью entry set мы как раз-таки получаем set, в котором содержатся содержащиеся в мапе объекты. Ну и уже с этим entry set мы можем делать все то же самое, что и с любой другой коллекцией. Как можно заметить, и от мапы, и от сета наследуются интерфейсы с названиями sorted и navigable. Ну, даже глядя на названия, можно понять, для чего они нужны. Sorted добавляют возможность сортировки. Navigable добавляют новые возможности для навигации. Совпадают эти интерфейсы по банальной причине. Потому что set – это урезанная версия мап, которая содержит только ключ. То есть, если заглянуть в реализации интерфейса в set, можно увидеть, что там буквально содержится какой-то объект мап, с которым и проводятся все взаимодействия. Дальше я бы хотел посмотреть на уже конкретной реализации коллекций. Итак, начнем с листа. Лист имеет три реализации. Вектор, рейлист, линкт лист. Вектор использовать также не рекомендуется. Рейлист может делать все то же самое, что и вектор. Но при этом вектор является синхронным всегда. Этот факт означает то, что если наша программа работает в однопоточном режиме, вектор будет работать медленнее, чем рейлист. Плюс вектор расширяется не на 50%, как рейлист, а на 100%. О расширении. И вектор, и рейлист реализованы с помощью массива, как можно понять из названия. По умолчанию размер этого массива равен 10. Но так как лист – это динамическая структура данных, мы можем добавлять элементы сколько угодно, и в какой-то момент этот массив заполняется. Соответственно, в этот момент рейлист создает новый массив размером на 50% больше, чем тот, что был до него, и перекладывает все элементы в него. Проблема такого подхода заключается в том, что, допустим, мы создали стандартный рейлист, который содержит массив размером 10 элементов. У нас в этом рейлисте будет миллион элементов, и он вот так вот потихоньку, помаленьку будет увеличиваться, пока не достигнет нужного размера. Это, естественно, бьет по производительности. И для этого в конструкторе рейлиста мы можем указывать стандартную емкость. И если мы укажем стандартную емкость верно, то мы можем значительно ускорить выполнение программ. Но опять же, если мы укажем слишком большую емкость, мы будем тратить память впустую. Бывают обратные ситуации. Например, мы заполнили рейлист до 1 миллиона элементов. Но 1 миллион элементов у нас, может быть, использовался 1 раз в сутки. В остальное время количество элементов колебается около 1000. И зачем нам тратить память на хранение миллиона элементов? В этом случае мы можем использовать методы для того, чтобы обрезать массив до текущего размера. То есть метод так и называется streamToSize. Далее существует такая реализация, как linked-list. Linked-list реализует не только интерфейс list, но и интерфейс deck. Таким образом, мы можем использовать linked-list как очередь, как deck, ну и как к-лист. Linked-list реализован при помощи ссылок. То есть память в нем используется действительно динамически. И поэтому нам не нужно указывать изначальный размер. Но из-за того, что подходы между linked-listом и рейлистом настолько разные, использовать их следует в разных ситуациях. Например, в рейлист все элементы упорядочены, так как содержатся в массиве. Если у нас, допустим, миллион элементов, то в рейлисте мы можем с легкостью получить доступ к 500-тысячному элементу. Для того, чтобы получить этот же элемент в linked-listе, мы должны пройтись от первого элемента к 500-тысячному элементу. И это занимает значительно большее время. Однако, если мы всегда будем брать элементы из конца linked-листа, то разницы с рейлистом особо не будет. Есть другой момент. Рейлист при добавлении сдвигает всю оставшуюся часть массива вправо. То есть, у нас есть миллион элементов. Мы хотим добавить какой-то элемент на место 500-тысячного. Мы добавляем его. И вся остальная часть массива, соответственно, сдвигается вправо, чтобы поместить все это дело вместе. То есть, операция сдвига всего массива не очень эффективная. Ну, не всего массива, конечно. Оставшейся части массива не очень эффективна. Поэтому лучше использовать linked-list. Linked-list в этой ситуации банально меняет ссылки у пограничных объектов. И эта операция занимает копейки времени. Но, опять же, если даже взглянуть просто на реализацию linked-list и рейлист, можно увидеть, что, допустим, мы создали рейлист, содержащий 100 элементов. И у нас есть linked-list, который примерно держится в количестве 100 элементов. Linked-list из-за особенностей реализации всегда будет весить немного больше. Итак, мы уже немного затронули такую вещь, как Q. И поэтому рассмотрим ее реализацию в виде Priority-Q. Priority-Q представляет из себя сортированную очередь. То есть, мы сортируем объекты уже на этапе добавления. Если linked-list реализован с помощью обычных связанных объектов, то Priority-Q создана с помощью такого алгоритма, как красно-черное дерево. Из-за этого оно будет работать гораздо медленнее, чем обычный linked-list, к примеру. Но оно будет работать... Оно будет с адекватной скоростью добавлять новые элементы и сразу же их сортировать. Priority-Q не единственная коллекция, которая использует дерево в своей реализации. И по принципу работы все коллекции с сортировкой работают примерно похоже. Далее рассмотрим наследников интерфейса мапы. Что такое хэш-мап? Хэш-мап работает за счет того, что она определяет индекс корзины, содержащей объекты, по хэш-коду элемента. То есть у нас есть какая-то табличка. В этой табличке находится табличка, обычный массив. В этом массиве находятся какие-то списки, обычные связанные списки. В этих связанных списках содержатся нужные нам элементы. При добавлении элемента хэш-мап смотрит на его хэш-код, а затем с помощью этого хэш-кода добавляет в нужную вечеринку. Эта реализация работает достаточно быстро, но может создавать некоторые проблемы. Если, например, мы изменим метод equals у какого-то класса, который будем использовать внутри этой коллекции, то может возникнуть проблема, когда хэш-код у объектов разный, но по методу equals они одинаковы. Если хэш-код у объектов разный, то хэш-мап всегда будет искать этот объект не в той корзине, которой нужно. То же самое может произойти, если изменить хэш-код, не изменяя equals. Таким образом, если изменяешь один метод, то нужно изменить и второй. Также, если мы изменим хэш-код таким образом, что хэш-код всегда будет одинаковым для всех объектов, то хэш-мап всегда будет помещать его в одну и ту же корзину и, соответственно, никакой пользы это не принесет. У хэш-мапа тоже есть свойство capacity, то есть емкость. Изначально он вмещает 16 корзин. Мы можем менять эту емкость. Единственное, что она всегда будет являться степенью двойки. Даже если мы укажем число, например, 200, то он найдет ближайшую степень двойки и будет использовать ее. Вторым элементом, который мы можем передать в конструкторе, является loadFactor. LoadFactor – это какое-то флот-число, которое определяет, насколько должна быть загружена коллекция, чтобы она расширилась. То есть по умолчанию. У нас есть, допустим, коллекция с 16 корзинами. Если мы заполняем ее элементами на 75%, то она расширяется и становится размером 32 корзины. А элементы начинают перекидываться таким образом, чтобы они были распределены по корзинам более-менее равномерно. Будут ли они распределены равномерно, зависит уже от реализации хэш-кода. В любом случае, операция перераспределения элементов занимает достаточно много времени. Поэтому, если есть возможность, то лучше заранее определить для хэш-мапа нормальное значение емкости, чтобы ему не приходилось множество раз расширяться. Есть еще один момент, который на просторах интернета я как-то не заметил, но при этом он фигурирует в комментариях в самом исходном поле. Это то, что при заполнении какой-то корзины она превращает элементы в три мапы. Три мап мы рассмотрим немного позже, но стоит сказать, что это будет работать действительно быстрее, чем если бы мы эту корзину продолжали использовать как связанный список. Однако это будет все равно значительно медленнее, чем если бы мы использовали эту корзину по ее изначальному назначению, то есть если бы она была распределена нормально. Ладно, перейдем дальше. Существует такая вещь, как linked-хэш-мап. Linked-хэш-мап представляет из себя точно такой же хэш-мап, только элементы содержат ссылку на следующий добавленный элемент. Таким образом, если мы получаем из мапа entry-set и выводим с помощью цикла for each, то мы получим отсортированную в порядке добавления мапу. Последняя реализация – это трима. Реализована она с помощью красно-черного дерева, так же как и priority-q. И работает медленнее, чем обычная хэш-мап, однако также позволяет сортировать элементы, чтобы в будущем при получении entry-set они хранились в нужном нам порядке. компаратор, естественно, мы можем указывать свой. Про элементы коллекции set мы про реализацию. Мне сказать особо нечем, потому что они, как я уже говорил, используют аналоги мап под капотом и представляют у себя ровно то же самое. Далее я хотел бы обсудить многопоточность. Коллекции часто приходится применять в многопоточных приложениях, но при этом стандартные реализации не имеют возможности этого делать. Здесь нам нужно использовать такой пакет, как java.util.concurent. В этом пакете содержатся специальные версии коллекции для работы в многопоточном режиме. Первое – copy-on-write-array-list. В качестве параметра мы можем указать массив нужного нам типа. Как это дело работает? Допустим, у нас есть какой-то массив, он заполнен какими-то данными. Мы хотим прочитать данные. Поток чтения получает ссылку на этот массив, работает с ним и, в принципе, чувствует себя нормально. Когда мы хотим изменить данные или добавить новые, мы работаем не с тем же массивом, что используется при чтении. Мы создаем его копию. Естественно, создаем копию и обрабатываем синхронно, чтобы не получилась ситуация, когда мы решили использовать, два потока решили добавить данные и создали две разные версии массива. То есть мы копируем, работаем над копиями и затем копию вставляем вместо изначальной версии. Заменить ссылку – это вполне себе атомарная операция, то есть она не вредит многопоточности. И все потоки, которые проводили чтение, они будут работать со старым массивом, из-за чего разницы вообще не почувствуют. А новые потоки уже получат новую ссылку на массив, поэтому не возникнет истории, когда значение каким-либо образом перемешается. Copy-on-write-array-set – это то же самое, что и Copy-on-write-array-clis, но no set. Concurrent-hash-map. Это такой же хэш-мап, но он имеет более причудливую реализацию. Например, я рассказывал, что стандартный хэш-мап имеет такие параметры, как стандартная емкость и load-factor. Здесь добавляется concurrency-level. Что такое concurrency-level? Хэш-мап делится на определенный сегмент. Допустим, у нас есть четыре сегмента. Какой-то поток хочет записать данные в первый сегмент. Сегмент определяется, соответственно, по ключу. Мы можем абсолютно спокойно получать данные из остальных трех сегментов, потому что они остаются незаблокированы. Обычно используется подход, что на один пишущий поток используется один сегмент. В ином случае, если мы укажем слишком мало сегментов, то они слишком часто будут блокироваться, из-за чего все это дело будет работать медленнее. Если мы укажем больше, то мы будем впустую тратить память. Это реализация мапа является аналогом три мапа, только для многопоточности. Реализована она с помощью такой структуры данных, как skip-list. Skip-list реализован на механизме рандома, и хоть получение значения и зависит от случайности, но в среднем оно все равно получается примерно за то же время, что и в 3-листе. Ну и на вход она принимает только функцию компаратор. Последнее. Concurrent skip-list set. Ну, тут тоже сказать нечего. Это тот же самый skip-list map, только skip-list set. Далее. Очереди. Очереди в пакете Java-Utile Concurrent занимают отдельное место. Как можно увидеть, их достаточно много, и все они делятся на два типа. Блокирующие очереди и неблокирующие очереди. Неблокирующие очереди работают значительно быстрее, чем блокирующие. Однако, в некоторых ситуациях они могут просто переполниться. И если такой исход возможен, то следует обратить внимание на блокирующие. И каждая блокирующая очередь имеет собственную достаточно интересную реализацию. Первое. ArrayBlockInQui. Как можно понять, она реализована с помощью массива. Как видно, размер массива мы можем также указывать при вызове конструктора. А также добавляется такой параметр, как fail. Он влияет на честность обработки потоков. То есть, если мы указываем значение true, то потоки будут обрабатываться честно. И если поток, например, ждал своей очереди, использования этой очереди очень долго, дольше, чем остальные потоки, то как раз таки ему и дадут использовать методы данной очереди. Если поставить Firefox, то он не будет учитывать такие моменты и доступ будет производиться, как получится. DelayQui. Как можно заметить, для всех прочих очередей я использовал элемент string. Здесь мне пришлось создать отдельный класс, который реализует интерфейс Delay. DelayQui дает доступ к конкретным своим элементам только по прошествию какой-то задержки. Эта задержка указывается как раз таки в интерфейсе Delay с помощью метода getDelay. Сказать тут особо больше нечего. Так что перейдем к следующей. LinkedBlockingQ. Данная очередь имеет в своем составе сразу два лога. Один лог блокирует операцию вставку, второй лог блокирует операцию получения элементов. Так как LinkedBlockingQ реализован с помощью ссылок, максимальный размер указывать также необязательно. По умолчанию он будет IntegerMaxValue. Но в конструкторе есть возможность его изменить на любой другой. LinkedBlockingQ работает значительно быстрее, чем ArrayBlockingQ. Однако при одних и тех же значениях, то есть при одном и том же размере, она будет весить значительно больше, чем ArrayBlockingQ. Так что выбирать стоит по необходимости, что важнее, память или все-таки скорость. PriorityBlockingQ это созданный при помощи массива аналог PriorityQ. PriorityQ мы также можем указать начальную емкость и тут больше сказать не по чему. Это обычная PriorityQ, которая имеет работать с многоподточностью. SynchronousQ. Эта очередь реализует такую интересную вещь, что если мы добавили один элемент, то мы не можем добавлять элементы до тех пор, пока мы этот элемент не вытащим. И так по очереди. Добавили элемент, вытащили, добавили, вытащили, добавили, вытащили. То есть как раз таки операции вставки, операции получения блокируют друг друга. Да, больше про эту очередь сказать также нечего. LinkedBlockingQ. Она не совпадает с реализацией LinkedBlockingQ. Она используется в своем составе, во-первых, один лог. Таким образом, у нас операция вставки также заблокирует прочие... Секунду, соберусь. Таким образом, наша операция вставки заблокирует операцию получения. Операция получения заблокирует и операцию вставки. Но, так как это DEC, он работает как DEC. Собственно, мы можем работать с его в сторону. Личный опыт использования. Вообще, все это дело приходится использовать на практике не так часто. Если приложение не сильно загружено, то разницы между каким-нибудь Array-листом и LinkedList мы не заметим, мягко говоря, вообще. Ситуации, когда приложение является высоконагруженным, возникают достаточно редко. Это вызывает такую вещь, как то, что мы можем банально забыть про все вот эти реализации и при необходимости уже вспоминать их заново. Но, опять-таки, если помнить в голове их хотя бы приметно, то всегда можно залезть либо в исходники, либо в документацию и быстро разобраться, для чего они нужны, использовать необходимых. На собственном опыте мне приходилось использовать некоторые конкурентные очереди. Правда, я не смогу вспомнить, какие, так как это было достаточно давно. И мне в одном проекте приходилось использовать такую вещь, как LinkHashMath. Она оказалась полезной, потому что мне нужно было вывести все элементы в определенном порядке. Но динамически вычислять ключ было той же задачкой. Соответственно, в представленном на слайде примере можно увидеть, что наши ключи не совпадают. И чтобы вывести их в обычной ситуации, нам пришлось бы сделать также три отдельных массива с символами A, B и C. А здесь мы сделали это буквально в одну строку. Спасибо за внимание. Сейчас я буду отвечать вопросы. Но если после презентации они возникнут, то вот мой email и Telegram. Спасибо.